Специалисты здравнодзора России приехали поделиться опытом, подходами и практическими результатами с бурятскими медиками. Проект по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности реализуется в 16 регионах России, в том числе и в Бурятии. Ориентация на пациента – его главная цель. Что конкретно для нашего уважаемого граждана, жителя нашей республики? Это в первую очередь уменьшение рисков возникновения неблагоприятных исходов. Я вот очень много слышу, конечно, и жалоб, и возмущений, и вопросов, запросов от наших уважаемых граждан. Что, конечно, сегодня не все так однозначно у нас в здравоохранении. Есть вопросы по сегодня совершенствованию качества. Но самое главное, вот данная конференция служит посылом того, что мы меняемся. Бурятия одной из первых начала внедрять этот проект. Так, республиканская больница имени Симашко уже получила российский сертификат качества. Как результат работы в два раза снизился уровень смертности в течение суток от острого инфаркта миокарда. Уменьшилось количество ненужных дублирующих анализов. Наши больницы и поликлиники постепенно приближаются к бережливой модели, чтобы грамотно использовать ограниченные ресурсы. В прошлом году проект внедрила городская поликлиника номер один. Мы убрали эти дополнительные функции от врача. И у врача больше стало времени для общения с пациентом непосредственно по разъяснению лечения, обследования, проведения профилактической работы. Должен решаться и кадровый вопрос. Учатся работать и с молодыми специалистами, чтобы они понимали, насколько ценны в регионе. Программа называется «Управление кадрами». К материальной мотивации минимальное количество требований. Почему? Потому что она универсальная, она всем понятная, всеми воспринимается позитивно. Но уже к нематериальной мотивации требований гораздо больше, потому что она должна учитывать индивидуальные потребности, она должна, грубо говоря, как ключ к замку, подойти именно к этому молодому специалисту. Метод направлен на удержание и развитие молодых кадров в медицине. Все делается для того, чтобы отрегулировать зоны неэффективности между медицинскими организациями и внутри каждой из них. О лекарственной безопасности врачи будут говорить на конференции 20 октября. Алексей Унагаев, Дарья Белоусова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.